– Вы империалист? – Нет. Я в определенной степени националист. Я считаю войну, вещь его очень плохой, но если речь идет о делении Северного Кавказа или война, значит война. – В Чехии была страна Чехословакия? – Значит война. – Михаил Борисович, вы помните, была страна Чехословакия? – Да. – И мудрый Гава, понимая, что словацкий национализм требует создания национального государства, пошел на образование двух стран. Словакия и Чехия. – Я помню, я не обсуждаю ситуацию как глобальный рецепт. Я говорю про Россию, про наши традиции. И мы не имеем тот уровень европейской культуры на сегодняшний день, который был в Чехословакии на тот момент уже. У нас будет настоящая кровь. Если конкретно спросить у меня лично, я пойду воевать или нет? Пойду. – За Северной. – За Северный Кавказ. – За Северный Кавказ. – Чужой нам культурно. – Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами. – Те, кто считает иначе, либо не понимают последствий, либо действуют против национальных интересов моей страны. Вот это моя точка зрения. Смотрите, как он четко сформулировал. Он объяснил, почему Украина – это не норм, а Северный Кавказ – это норм. Становится ли он другом? Нет. Он будет, безусловно, врагом. Сегодня придет к власти Ходорковский. Вчера Михаил Ходорковский опубликовал твит. И вот так выглядит этот твит. Он вызвал переполох, разумеется. Очень многим это не понравилось. Особенно чеченцам, не только чеченцам. И, в общем, была реакция, комментарии. И я вчера думал над тем, чтобы написать на эту тему пост. Но я понял, что вот в одном посте текстом я не смогу все, что мне хочется на эту тему сказать. Извините, этот вопрос. Поэтому я решил оставить это на сегодняшний эфир. Ну, тут вы видите, да, чеченские сепаратисты и ультралибералы, а также просто недалекие люди. Ну, во-первых, Михаил Ходорковский уравнял ультралибералов, чеченских сепаратистов и людей недалеких. В принципе, это как одна категория. А также просто недалекие пытаются примазаться к теме войны в Украине. Напоминаю мне, что я против сепаратизма на Северном Кавказе. Я помню и по-прежнему против. Крым и Донбасс, Украина, Северный Кавказ, Россия, Кадыров, бандит. Написал Михаил Ходорковский. Ну, по поводу примазывания к войне, это, конечно, смешно вызвало улыбку. Но я хочу немножко разъяснить вообще отношение свое и к Михаилу Ходорковскому, и вообще к подобного рода высказываниям. Смотрите, когда Михаил Ходорковский освободился из тюрьмы, буквально сразу он дал интервью журналистке Альбац, журнал New Time. И там он сказал, когда свои знаменитые слова, что если выбирать между отделением Северного Кавказа и войной, значит война, сказал Михаил. И далее, когда Альбац удивленно переспросил его об этом, он сказал, она подчеркнула, что культурно, традиционно, религиозно вообще, другие люди, другой регион. Он сказал, это наша земля. Мы ее завоевали, вот если я пойду, ли я воевать? Да, пойду, сказал тогда Ходорковский. И моя реакция тогда на эти слова, ну, была приблизительно такой. Я подумал, ну, понятно, что это, конечно же, для нас это неприемлемая позиция, но я подумал, что такой враг, он лучше. Тот, кто искренне, прямо вот так вот в свет заявляет, говорит, мы когда-то завоевали, там кровь пролили. Наша земля, мы будем, вот именно поэтому, мы будем вас уничтожать, если вы захотите как-то этот статус его изменить. Да, мы будем проливать вашу кровь. Мы вас будем убивать именно за то, чтобы эта земля была наша и чтобы вы были нашими вассалами. Вот когда враг тебе вот так открыто говорит, для меня такой враг лучше. Тот, кто искренне, не скрывает своих вот империалистических каких-то идей и взглядов. Это лучше, чем враг, который называет тебя террористом, сепаратистом. Ну, хотя сепаратист, в принципе, подходит, наверное, к этой теме. Но вот террористы, борьба с терроризмом, якобы они борются там не за то, вот что озвучил Фодорковский, а вот типа там международные террористы. Мы так не против, в принципе, отпустить в течение свободное плавание, но мы ее не отпускаем не потому, что мы империалисты, а потому что вот терроризм международный, понимаете? Когда вот враг так хитроумно это все вуалирует, обманывает Запад, обманывает и часть из нас, когда у нас появляются люди, говорящие, ну, вот нам дают строить мечети, дают нам тут молиться, и на этом спасибо, в принципе, нас все должно теперь устраивать. В общем-то, была приблизительно такая реакция. Эти слова меня, ну, я не скажу, что они меня сильно удивили, или как-то вот чересчур уже возмутили. Ну, это такая вот данность. Для меня это нечто такое обыденное было. И я тогда сразу определил Михаила Ходорковского как человека до оппозиционного режиму Путина, то есть непосредственно Путина он ненавидит, его режим он не любит, но не потому, что они разные идейно. Он не противник идеи, идеи империализма, идеи колонизации. Он противник конкретной личности и того режима, который он установил. То есть это борьба за власть, но не за то, чтобы изменить саму идею подхода государства к своей государственной внешней политике. И далее, когда я увидел после этого еще одно интервью, ну, такой даже, можно сказать, дружеский разговор, Михаила Ходорковского, под камеру, под запись, где он объяснял эти свои слова, я там, в принципе, убедился в том, что я сделал насчет него правильный вывод. Теперь, ну, после этого прошло определенное время, произошли события в этом мире, война в Украине, в 2014 году аннексия Крыма, гибридная война на Юго-Востоке, и затем в текущем году уже широкомасштабное вторжение российских войск произошло. И ожидали ли мы, что Ходорковский должен изменить свои взгляды? Я лично нет. Я не считал. Но не исключал. Люди меняют свои взгляды. Мы часто становились свидетелями того, как многие даже свои какие-то ультраправые взгляды меняли на более такие усредненные в российской армии политики. И здесь, конечно, если бы он изменил, это тоже бы нас не удивило, но сказать, что как-то сильно я этого ожидал, тоже не скажу. Я и почему, сейчас я вам объясню, почему я этого не ожидал. Сейчас я вам покажу фрагмент вот этого второго интервью, того разговора под запись, который был сделан с Ходорковским. И здесь он очень четко объясняет, почему. Это, кстати, это интервью сделано уже после событий 2014 года, после аннексии Крыма. И ему задают вопрос, почему Северный Кавказ, вы поддерживаете войну против отделения Северного Кавказа, а вот аннексию Крыма вы не поддерживаете. И Ходорковский дает очень четкий ответ на этот вопрос, который полностью открывает картину того, как он понимает, как он видит. Давайте сначала посмотрим, что он сказал. И потом я это прокомментирую. Я считаю, что участвовать в движении за пересмотр итогов поствоенного разделения мира, европейских границ, это неправильно. Значит, вот мы подписали с Украиной о разделении границ после распада Советского Союза. Но подписались мы. Это наше обязательство. Правильное оно, неправильное, но оно стало частью Ялтинского процесса. Вот оно стало его частью. Сейчас выступать за пересмотр, это порождать последствия, которые будут стоить большой крови и больших проблем. Я считаю, что это не в национальных интересах России. Те, кто считает иначе, либо не понимают последствий, либо действуют против национальных интересов моей страны. Вот это моя точка зрения. Смотрите, как он четко сформулировал, он объяснил, почему Украина это не норм, а Северный Кавказ это норм. Потому что это противоречит национальным интересам России. То есть, вот здесь вот он очень ясно объясняет, что он не является противником империализма, самой идеи, колонизации Северного Кавказа, других народов, республикан, регионов. Он не является противником самой идеи. Идеи фашизма на самом деле. Он просто руководствуется интересами России. И если бы с точки зрения Михаила Ходорковского аннексия Крыма, гибридная война на юго-востоке Украины и сегодняшнее широкомасштабное вторжение российских войск в Украину соответствовало бы национальным интересам России, по мнению Ходорковского, он бы это поддержал. То есть это не противодействие, то есть он не противник самой идеи вот этой войны за территорию, за распространение влияния, за то, чтобы держать народы как колонии внутри своих границ. Он не является противником самой идеи. И для него война как инструмент для того, чтобы сохранять вот эту вот империю вполне приемлема. Гибель людей ни в чем не повинны, преступления, которые там совершают, может быть, он против каких-то конкретных преступлений, но пролитие крови ради того, чтобы сохранить вот эту вот, сохранить эти колонии в границах России, для него это нормально. То есть к самой этой теме он относится терпимо. И в его, по его мнению, на его взгляд, отделение Северного Кавказа или даже части этого Северного Кавказа, Чечении, это не в интересах России, это противоречит интересам России. Поэтому он допускает и войну с нами, и убийство нас, и абсолютное игнорирование наших каких-то желаний, нашего права на самоопределение. Все это не имеет значения, потому что это, на его взгляд, противоречит интересам России. Украина, сегодня война в Украине и аннексия Крыма, это противоречит интересам России, поэтому он противник этого. Но не потому, что там гибнут украинцы, не потому, что украинцы имеют право на собственное государство, на свое самоопределение, не поэтому, а потому, что это противоречит интересам России. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который дает нам понимание того, как та или иная фигура все это смотрит. Теперь, как к этому относиться, что теперь это должно возмущать? Ну, в каком-то смысле, наверное, да, возмущение по этому поводу вещь объяснимая. Но, это является ли это чем-то новым, должно ли это как-то удивлять, и удивительно ли это слышать, допустим, от Михаила под руководством? Нет, это неудивительно, потому, что он никогда не говорил ничего иного, он всегда был на этих позициях. Он только отсидел 10 лет в российской тюрьме, вышел, и сразу после освобождения он заявил, что если надо, я пойду воевать за то, чтобы не отпустить Северный Кавказ. Поэтому удивляться вот этим его высказыванием сейчас абсолютно, я думаю, не стоит. делать выводы стоит. Ну и самое важное, Ходорковский вот такой, с таким честным подходом, когда он честно высказывает, он не говорит, что там международный терроризм, поэтому, ну вот честно, я вот, интересы России, поэтому я, значит, буду здесь, я готов убивать, а там я не готов убивать, но не потому, что я противник убийства, а потому, что у него интереса. Такой враг, лучше ли такой враг, чем, допустим, Путин, который придумывает НАТО, придумывает нацистов в Украине, придумывает распятых мальчиков, придумывает международный терроризм в Чечне, взрывает свои дома и так далее. Я думаю, лучше, но при этом остается ли он, становится ли он другом, нет, он будет, безусловно, врагом, сегодня придет власти Ходорковский, он будет нашим врагом, потому, что мы стремимся к своей государственности, мы не видим свое будущее с российскими паспортами в кармане, мы не хотим этого, мы не хотим, чтобы президент России Ходорковский, допустим, назначал нам или позволял нам выбирать для себя наместника российского, мы не хотим, мы хотим сами выбирать себе президента, правительства, парламент и с Россией хотим иметь нормальные отношения, поэтому приди он, допустим, сегодня к власти, станет ли он другим, конечно, нет, он будет врагом, но я считаю, что такой враг нам, для нас он выгоднее, и он, наверное, больше заслуживает уважения, тот, кто честно в лоб тебе говорит то, что он думает, и мы ему можем в лоб говорить то, о чем думаем мы, вести вражду с таким врагом лучше, чем с таким хитрым каким-то гейбэшником, который говорит одно, а прячет вот этим другое. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу. Спасибо.